А мы уже в Краснодаре! Расторная кухня Неожиданно выпал снег, дети в восторге Саша! Тропические растения Умывая зрение баловаса России Там вообще непонятно что Безумно грязно Если бы именно так выглядели все дома в Краснодаре Это был просто потрясающий город И как там? Как жить-то без кондиционеров? Куда их девать? Чувствуете, как вкусно пахнет? Можно смотреть кино под открытым небом Вот такая должна быть современная детская площадка Здравствуйте! А вы продаете квартиру? Да, продаю! Всем привет! А мы уже в Краснодаре! Стоим на привокзальной площади Рядом с вокзалом Сейчас пойдем в направление наших апартаментов Заселимся и, конечно же, все вам покажем Где мы будем жить эти несколько дней А перед тем, как продолжить Хочу порекомендовать вам один интересный канал Посвященный жизни и переезду в Краснодар Ребята 7 лет назад переехали на юг России И накопили хороший опыт Всем привет! Меня зовут Александра Если вы уже сидите на сумках в ожидании отъезда Или только-только планируете переезд в теплые края То наши советы вам помогут Рассказывают о городе, о людях, районах, парках А также показывают свои любимые места в Краснодарском крае Сегодня мы побываем в красивейшем месте города Сегодня поговорим, на какие моменты стоит обратить внимание При покупке недвижимости В этом выпуске попробуем разобраться Что это за зверь такой? Южная зима Мы также подписаны на их канал Рекомендуем Ну а мы продолжаем Ну вот мы заселились в наши скромные апартаменты Небольшой такой коридор Это спальня Здесь будем мы спать Такая уютная Все, что нужно для комфортного пребывания есть Полотенчики, чистое белье Подушки В шкафу Одеяло О, сушилка Гладилка И даже утюг Что немаловажно Телевизор Ну так скажем Старенький Телевизор из 90-х остался еще Не меняли Чтобы было понимание Где это находится Смотрите Вот это вокзал Вот Буквально с 10-500 метров Ну мы шли минут 5-7 Да, классно До улицы Красная 15 минут То есть это практически Самый центр города Давайте пройдем дальше Посмотрим, что еще есть Итак Это у нас Санузел Душ Все, что нужно есть Все здесь вроде как чистенькое На первый взгляд Расторная кухня Рабочая зона Здесь есть панель для готовки Чайник Посуда Необходимая Здесь есть стиральная машинка Микроволновка Маленький холодильник И вот здесь будут спать наши детки Диван раскладывается Для детей Двоем Они здесь комфортно разместятся И здесь такой вид Вид в соседний дом Хочу отметить Что ремонт Не первой свежести Это видно Но в целом Видимо Хозяева следят Пол чистый Ковры чистые И за Алексеем Есть кондиционер За три ночи Мы отдали 3800 рублей В целом Считаю, что цена Не высокая С учетом того Что мы находимся Практически в самом центре города И от вокзала удобно То есть мы приехали из Сочи На Ласточки 5 минут Мы уже дома И потом будем уезжать В Сочи обратно Тоже 5 минут И на вокзале Рекомендую эти апартаменты Ссылочку мы оставим В описании к видео Кстати Кстати По промокоду Который указан Также в описании Вы можете получить 1200 рублей На проживание Скидку Неожиданно Выпал снег Дети в восторге Сейчас мы пойдем на улицу Немного погуляем Полепим снеговика Поиграем в снежки И дальше Поедем снимать дома Сегодня очень большая Насыщенная программа Круто Как будто лесная горка А он лепится Саша Смотри Аризотики Снегу Необычно Да выглядит Тропические растения И заснеженные Такие Средняя полоса России Кирпичные дома Хрущевки Двухэтажные дома Вон там вообще Непонятно что Жесткий частный сектор Которому лет 100-200 Мне очень грязно Безумно грязно Еще и снег добавляет Свою атмосферу Трубы вот эти Да, да, да Ну как-то вообще Чтобы вы понимали Мы где-то в 5 минутах От главного Памятника Краснодара Екатерине Великой На улице Сохраняется Прохладная погода Снег еще Не весь растаял Около плюс 4 Да, мы такие Идем подзавершие Немножко Ну уже прогулялись И согрелись Идем дальше Мы пришли В Екатеринский сквер За моей спиной Памятник Екатерине Великой императрице Это одно из центральных мест В городе Напротив памятника Вот на памятнике Есть надпись Одинцов Был атаманом И вот здесь С 1904 года На 1906 год Прям сразу же Как подошли Прям бросилось в глаза Алиска подбегает Говорит Мама, смотри, смотри Мы идем дальше К улице Красной Проходим сейчас Краснодарскую краевую библиотеку Имени Пушкина Вот его и памятник Худенький, маленький, щупленький Стоит такой замерз А это, Таня Здание Краевого суда Как в любом городе Здание суда Должно быть самым лучшим А школы и больницы Будут разрушены Если бы именно так Выглядели все дома В Краснодаре Это был просто Потрясающий город Конечно, они восстановлены Отреставрированы Другие бы тоже Так же отреставрировали Было бы Огонь Сейчас по ощущениям Кажется, как будто Сейчас весна Апрельская такая погода Когда уже тает снег Разбрасывают его Вот-вот-вот-вот сейчас все зеленеет Но это, естественно, не по Краснодарским меркам Это по Тюменским меркам Да, по Тюменским По средней полосе России Что вот-вот сейчас прилетят птицы Как после 8 марта Вот прям такая погода Весна-весна Кстати, завтра Обещаю температуру воздуха В Краснодаре плюс 10 Уже Представляете, а сегодня Сколько? Около Плески, наверное Плюс 4 Солнышко такое тепленькое Но холодный ветерок Вот мы идем сейчас По красивой улице Напоминаю, что эта улица красная Потому что Других таких красивых В Краснодаре нет И вот шаг вправо Шаг влево Там будут стоять частные дома Даже где-то бараки Краснодар такой город Краснодар и здесь Напоминает Без обид Только в комментариях Такую большую деревню Да, есть какие-то новостройки Какие-то там небоскребы Там торговые центры Но Частная застройка В самом центре Как-то не очень Благоприятно Сказывается На облике города Госбару Если бы они были все Отреставрированы То, конечно, это было бы круто Огромное количество кондиционеров Портит фасады Это беда всей России В Краснодаре Особо ярко выражено А тебе сейчас напишут И как там Как жить-то без кондиционеров Куда их девать Что? Этот улыбайся Алиса такая Деловая колбаса Колбаса А это администрация города Тоже весь фасад Обвешан кондиционерами Как это чудовищно смотрится Такое красивое сооружение Проходим очередной сквер Сквер имени Жукова Вот бюст Георгия Жукова От снега практически Уже ничего не осталось Вот, елка Вчера я говорил Что жизнь в Краснодаре Нужна исключительно В своем доме Еще есть один вариант Жить исключительно В центре города Мы собрали все сугробы Все лужи Все перчатки мокрые Саша, не мочи А здесь небольшой квартал Так скажем С сохранением Советской застройки Краснодарский дом Книги А напротив гостиница Москва Проголодались Сейчас зайдем в хлебные истории Возьмем пару булок И клеры положили Каждую дизельную Такую коробочку прикольную И детям нравится Первый раз в жизни Им понравились и клеры Обычно они все время фыркают А тут прям Рекомендуем хлебные истории Напротив Краснодарского дома книги Мамочка, у нас дома Ни одного эклера нет Вот это я понимаю Вот это старый рокер Как вы думаете Куда мы сейчас заходим Какое место мы выбрали Для сегодняшнего вечера Родная хата Ресторан Украино-Кубанской кухни Здесь уже все атмосферно Конечно же Флопец Да, атмосферно Ну борщ Борщ, что мы еще Борщ, тельмени Классно Таня, будешь горелочкой? Нет Нам принесли напитки Вот такое пиво Это не франциска Это местное пиво Но в принципе неплохое Принесли нам комплимент Мы уже немножко поели Детки у нас По компотику А Алексеев Мы уже монтируем для вас видео Сегодня это будет на планшете Но Чтобы было побыстрее Ждем наши горячие блюда Это просто нереально круто Такое прям буханище Запеченный хлеб Давайте посмотрим, что внутри Борщ, борщ, борщ Класс Чувствуете, как вкусно пахнет? Как жаль, что Ютуб пока не передает запах Да Острый перец Смотри, это в виде пампушки Да, она намазана чесночком Вот эта штука Это туда внутрь? Как пожар Вы любите острое? Я люблю острое А что еще у вас там? Там рядом сало перетертое Вот то, что вот рядом И сметанка, да? И сметанка И лучок зеленый Еще и ложкой Прямо вкуснота Давай попробуешь? А у нас с Сашей то же самое Только не в такой буханке Все так ароматно пахнет Чесночком Очень-очень все вкусно У нас бегут слюнки Пробуем Горячая? Горячая, да Это очень хорошо, что горячая Угу Сметанку не положишь? Очень вкусно Очень наваристый С говядиной Я тоже хочу скорее Все, я приступаю Очередное блюдо Драники Аппетитные Посмотрите Горячая, да? Класс Там принесли Огромные сковородки Это ужасно много Честно говоря Можно было борщом Обойтись о борщом Да Он был сытный Там была и сметанка И пампушка И сало Я уже прям у нас сытая Присытая Но лучше брать какие-то в хлебе У меня говядина Овощи Вырезки говядины Овощи, грибы У меня с курицей Жареная картошка Здесь тоже перец Курица Зелень Это не дымается Вкусненько Борщ вкуснее? Да А мы находимся уже в парке Галицкий Рядом находится стадион Краснодар Довольно холодная погода Как я уже говорила И здесь нам, конечно, некомфортно находиться Но здесь так здорово Вы не представляете Здесь такие площади Ухоженная территория Газончик Высаженные деревья Вот Сосны То, что прохладно Не сможем все охватить Но Здесь очень здорово Мне прям так нравится Здесь смело можно брать велосипед Самокат И кататься Тут вообще наслаждаться Прям, я не знаю Мне здесь очень нравится Чистенько все убрано Газончик Вообще круто Нравится тебе Дети согреваются Как могут Да, Саш Посмотрите, какие красивые Ели сосны Я не знаю название Но мне кажется Что это Сорт Средиземноморской Сосны Ну, по крайней мере Он мне ее напоминает Хотелось бы верить Что это она Здесь расположен театр Можно смотреть Представления Иногда здесь показывают Кино Вот здесь вот есть Монитор И вообще даже такая атмосфера создается Очень-очень уютная Можно смотреть кино Под открытым небом Летом, наверное Здорово В хорошую погоду Можно здесь сесть Отдохнуть Понаслаждаться Воздухом Подышать А дети вокруг бегают Вот такая должна быть Современная Детская площадка Я пойду детей покатаю Я бы сама на таком Покаталась Еще хочу быть Еще Дубак Невозможно Сейчас идем Замерзли У Леши руки Отвариваются У Леши руки синие Да Ищем выход Чтобы добраться До центра И согреться Попить чаю Мамочка И болеть Тоже сладенько Ребят Мы хотим Позвонить По номеру Телефону Который указан Вот На балконе Вы же спрашивали В комментариях Сколько стоит Инвижимость Краснодара Квартира По сути Это центр города Давайте позвоним Давай Алло Здравствуйте Здравствуйте А вы продаете квартиру? Да, продаю А скажите Какая площадь там? 96 квадратных метров Чистая площадь А А ремонт? Шпаклевка Финишная Так, а цена? 5 миллионов 700 Без торга И без ипотеки Ну вы собственник Не риелтор? Риелтор Если вам Нужна ремонта В этом доме Есть 8 миллионов А ремонт Площа какая? Площадь тоже большая? Площадь тоже большая? На водичке Конечно А ремонт Какого уровня? Ну ремонт Угод отбит И возле Пралывайных путей Ближе к стадиону Новый построенный дом Аналогичную стоимость А этот дом Который шлифтарожная Сейчас на продаже Построен 10 лет назад Это единственная квартира Которая Ладно, хорошо Спасибо Всего доброго До свидания Ну вот такие цены Здесь рядом с вокзалом В принципе Без ремонта 5 Ремонт там 8 Выбирайте Смотрите Звоните И вот Попадаются риелторы Так же как в Сочи Заканчиваем наше путешествие С того же места С которого и начинали Мы уже на железнодорожном вокзале С чемоданами И сейчас отправимся Обратно домой Насыщенные получились у нас Выходные И каникулы Все, что хотели показать Конечно же У нас не получилось Большая часть захвачена Но погода нас подвела Мало времени было Все, что у нас получилось записать Вы увидите в следующих видео Мы отправляемся домой Задавайте вопросы Ставьте лайки Всем до новых встреч Пока-пока Пока